Произошла жестокая атака Ирана на Израиль, включающая 140 крылатых ракет. Это были не крошечные дроны, а огромные крылатые ракеты, обрушившиеся на Израиль. И я думаю, что это послало бы совершенно неверный сигнал. Это было бы очень неразумным шагом. Сегодня, когда мы стоим здесь, я думаю, что есть лучший ответ. Хамас должен заключить сделку с заложниками. Вы получите паузу в боевых действиях, и на основе этого достигнете прекращения огня. Но я думаю, что если просто объявить сегодня, что мы собираемся изменить весь наш подход к экспорту оружия, а не проходить тщательный процесс, потому что это укрепит Хамас и сделает сделку с заложниками менее вероятной. Я не думаю, что это будет правильный подход. Президент США Джо Байден находится в совершенно ином положении. Соединенные Штаты — огромное государство. Для них это не столько принцип, потому что на самом деле это действительно они — крупный государственный поставщик вооружений. Они участвуют в тактическом и стратегическом мышлении Цахал. Это совершенно другая ситуация. Я хочу убедиться, что британская политика оказывает давление. Знаете, мы хотим достичь трех целей. Остановить боевые действия, вывести заложников и устранить угрозу Хамас. Мы хотим предоставить помощь палестинскому народу в секторе Газа и найти долгосрочное решение по принципу создания двух государств, о котором он говорил. И я задаюсь вопросом, добиваемся ли мы прогресса в этих вопросах? Это расстраивает. Помощи поступает недостаточно. Мы каждый день работаем над тем, чтобы открыть порт Аждот, построить этот пирс у пляжа Газы, снова поставлять воду и топливо в Газу, доставлять 500 грузовиков в день. Именно этим мы и занимаемся, потому что это будет иметь реальное значение. Меня интересует, что мы можем сделать, чтобы максимизировать британское давление и добиться результатов, которые помогут людям и их жизням, включая освобождение заложников, в том числе, кстати, британских граждан. Прекращение продажи британского оружия Израилю, если он начнет наземное нападение на рафах в секторе Газа, усилит Хамас, заявил в воскресенье министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон. В субботу Израиль приказал палестинцам эвакуировать большую часть южного города, что свидетельствует о том, что он продвигает свои планы по наземному нападению, несмотря на угрозу президента США Джо Байдена приостановить поставки некоторого оружия, если он это сделает. Кэмерон заявил, что он не поддерживает операцию в Рафахе из-за отсутствия плана по защите сотен тысяч мирных жителей, укрывающихся в южном приграничном городе. Однако Великобритания находится в совершенно ином положении по сравнению с Соединенными Штатами с точки зрения поставок оружия Израилю. Сказал он, отметив, что менее 1% израильского оружия, поступающего из Великобритании, уже контролируется строгой системой лицензирования.